У жительницы города Амурска органы опеки и попечительства отобрали двоих несовершеннолетних детей. Подробности в репортаже Валерии Толкачевой. При муниципалитетах есть специальные органы опеки, которые следят за тем, чтобы не нарушались права детей, в том числе и внутри семьи. У этих органов большие полномочия. В любое время комиссия из опеки может нагрянуть к вам домой и забрать ваше чадо, если членам комиссии покажется, что в семье есть угроза его здоровью. В телекомпанию обратилась амурчанка Анна Козина, у которой изъяли сразу двух дочерей. Сама она уверена, что это своеобразный чиновничий произвол. Ситуация напоминает библейскую притчу Соломонова решения, когда две женщины делили ребенка и каждая по-своему была права. На 29-м я пришла туда, мы выпивали. За защиту забрали детей. Где вы выпивали? На 29-м. А откуда они узнали, что там дети находятся? Ну, это даже без понятия. Соседик вызывали? Не знаю. Их сюда привезли. Я ходила сюда к детям. Меня вызвали в Белый дом. Сот с опеку, да? Да, вызвали в Белый дом. Сказали, что суд решит. Но они первый раз забрали детей этих? Их забрали первый раз. Я пришла обратно в садик. Документы сказали делать, чтобы отцу вернули детей. Как он еще на вахте был. Отец приехал, начали документы делать. Сделали документы, пришли в садик навестить. И мне сказали сторож, что детей передали. Другую семью. Ну, мы на следующий день пошли в защиту разговаривать. На каком основании они передали детей. Они сказали, обращайтесь в суд, подавайте. Мы, говорит, ничего вам сделать не можем. Я получила вот бумагу, что детей вывезли из Самурска. Поехали в гости туда. Мы там не живем, просто приезжаем. Иногда там квартиру посмотреть или что-либо. Ну, и у соседей переночевала. Пришла домой, ну, чтобы прибраться и обратно сюда ехать. Ну, и пришла опека и забрала детей. Я им объясняю, что мы здесь не живем. Они нациклились в том, что мы там проживали. Сложно во всем в этом разобраться. Независимых свидетелей не было. Странно, не правда ли? Когда в вашей квартире проводят обыск, зовут понятых. А при изъятии детей понятых не позвали. В соответствии со статьей 25 Конституции Российской Федерации, жилище является неприкосновенным. Против воли проживающих помещения лиц доступ туда осуществляется только либо по решению суда, либо в случаях, установленных законом. Единственный, установленный законом случай, применимый к подобным ситуациям, это право сотрудников милиции входить в соответствии с подпунктом 18 пункта 1 статьи 18 Закона о милиции в жилые помещения при наличии достаточных данных, что там совершено или совершается преступление. Например, ребенок громко и надрывно кричит, просит о помощи. В любом случае родители имеют право выяснить у милиционеров, какие именно основания для таких предположений у них имеются. По окончании визита комиссии настаивайте, чтобы так называемый акт об осмотре жилого помещения был составлен тут же, при вас, в двух экземплярах. И каждый экземпляр был подписан вами и членами комиссии. В нем не должно быть пустого пространства. Прочеркивайте и заполняйте все пробелы перед подписанием. Если представители опеки будут ссылаться на то, что у них есть 7 дней на составление подобного документа, обратите внимание на то, что вы просите составить не акт об обследовании условий проживания несовершеннолетнего, а именно акт осмотра – это разные документы. И самое важное – отобрать, то есть изъять ребенка из семьи, можно только на основании соответствующего акта органа исполнительной власти, субъекта Российской Федерации. И при отсутствии этого акта никто не имеет права прикасаться к вашему ребенку. У нас вообще нет системы помощи семье в трудной ситуации. Социальный работник должен иметь рабочее место в семье. Он должен точно знать, насколько ресурсна семья, какие в семье эмоции, насколько родители любят детей. Если есть хоть малейший ресурс, этой семье надо помогать, надо учить родителей быть родителями. Это должна быть главная задача социальных служб. И поэтому вся система лишения родительских прав заточена под простейший случай. Родители – алкаши, у них забрали ребенка, они даже не заметили, не ходят, не ищут, в суд не приходят. Их лишили прав, им все равно. Но как только родители начинают беспокоиться за своих детей, эта система не работает. Я сюда заселилась на лесной один после взрыва 83-го дома. Пять лет я знаю Анну. Вот пять лет я про нее плохого ничего не могу сказать. Я видела, как детки росли. Мы постоянно ходим летом купаться, ну, собираем детей. У меня дочке пять лет. Мы ходим купаться, гуляют дети, общаются дети. Всегда они вот сыты, всегда они, ну, как, я ничего плохого про нее не могу сказать. Я знаю уже очень давно, я здесь живу, ну, с самых маленьких лет. С детства. С детства. Мы как бы общались и все время разговаривали. Ну, потом просто я уезжала, потом приехала, нормально у них тут все всегда было. Детки всегда все хорошо, чистенькие, аккуратненькие. Мы вместе, у меня тоже двое детей. Вместе гулять всегда ходили тоже с детьми. Как бы на праздники, там, не на праздники, день рождения детский. Всегда вместе отмечали, там, подарочки, не подарочки. Все всегда у них было. Чистенькие, аккуратненькие девочки. Не знаю вообще, как у нее так получилось. Я ничего плохого начну сказать не могу. Она хорошая мать, все. А про детей всегда думала, заботилась о них. Никогда дети не голодные не были, ничего такого не было. Знаю Анну я уже 18 лет. Так как живу в этом квартире 18 лет. Старших детей забрали у нее, то, что она молодая была. Ну, выпивала, естественно. Сколько ей на тот момент было? На тот момент ей было 19 лет. А детям сколько было? По глупости было. 19, то детям сколько? Наташа была старше 3, а Селёжа 2. А родителей у нас уже дома нет, ни с ее стороны, ни с моей. Не умерли? Да. А кто ее воспитывал? Как не воспитывалась? Ну, воспитывались. Я под опекой сестры у своей старшей, а она под опекой у брата старшего. Ну, конечно, слабохарактерно. Сказать себе толком ничего не может. Тем более инвалид с детства. А когда вот этих вот детей забрали, да, мы были в шоке просто все. Потому что пьянок у нас дома таких не было, чтобы там грандиозной пьянки, там этого не было у нас. У нее муж работает, ее муж работает. Продукты всегда дома есть. А вот на момент, когда вот детей пришли забирать в эту ситуацию, знаете? Да, знаю. Скажите про эту ситуацию. Ну, получилось так, что она поехала на 29-й строителей. Сталось там ночевать, они там выпили. Дети пошли гулять. Ну, естественно, дети грязные были, это понятно. Только какую свидетельницу они там ночали, вот это вот, понять не могу. Потому что в той квартире никто не живет. Там была раньше вахта. И какая это может быть квартира вообще. Когда в суде ей сказали, что с 4-й квартиры, то есть в 4-й квартире там никто абсолютно не может жить. А на тот момент, когда вот приехали, сказали, что пришли с приюта, то есть пришла комиссия, комиссию у нас же детей забирали, да? Ну, этого я точно не видела. Но я знаю со слов Анны, что да, они пришли, они заломали ей руки. Забирали детей. Ну, они сказали, что она дралась, и то, что в этот момент ничего не было приготовлено поесть, что дети были грязные и неопрятные. Дети пришли с улицы, но, естественно, они были грязные. Они играли в песке. Это я точно знаю, потому что я выходила, когда в магазин, они играли в песочницу. Естественно, дети пришли грязные. А то, что там не было мебели, они спали на каком-то покрывале? Этого я вам рассказать не могу, потому что они там не спали. Там действительно на той квартире нет мебели? Нет, там не было, потому что там никто не живет. Она ходила, ее туда проверяла, потому что это ихняя квартира, и как бы там малолетки живут, там общага, сами понимаете, что может все случиться, и поджечь могут, затопить могут. Магазин два раза затопили, там под ними магазин. Вот она пошла посмотреть. Осталось у подруги ночевать, у Олеси. Ну, я не знаю, они, скорее всего, там выпивали, да. Ну, там можно было где-то детей положить спать? Она у Олеси их ложила спать. А не в той квартире. Она живет во второй? Не помню. Во второй квартире она живет, я точно помню. Вот. Там у Олеси нормально все. И диван, и кровать есть. Я туда сама заходила. Дети спали там, а не на полу? Да, нет. Потому что это было днем, и как могли дети спать? Дети были накормлены? Да. Но я думаю, если бы дети были голодны, они бы, наверное, кричали. Ну, конечно, это само собой. Потому что у нас были деньги. Когда я туда приехала, дети у меня пошли со мной в магазин. Я говорю, вы что кушать будете? Ну, Оля, естественно, шоколадки и чипсы. Я говорю, а яйца? Они у нас сильно очень любят яйца. Я говорю, яйца будете? Нет, у нас Олеся покормила. Ну, ладно, хорошо. Я им купила чипсы из шоколадки. Они ушли опять. Вот они играли с Оксанинами и детьми. С Лешей и со Светлой. Естественно, они пришли грязные все. И в этот момент приехала опека. Почему же они не приходят сюда, когда у нас дома все есть? Но они говорят, что вы тут не живете? Ну, как это мы здесь не живем? Что они живут там? Нет, они там никак не могли жить. Просто, ну, никак они там жить не могли. Суд назначен на 10 сентября. Судья пролистнет пухлый том дело, припомнит прошлое заседание, прочитает показания свидетелей, данные записанные секретарем, пробежит глазами многочисленные справки, представленные сторонами, и по бумагам примет решение. В прямом смысле судьбоносное решение для четверых. У нас нет такой системы, когда дела, задевающие права детей, рассматривают специальные суды. Хороший судья выслушает все стороны. Если останутся сомнения, призовет на помощь психологов. Есть такие центры, где специалисты поиграют с ребенком, порисуют, а потом дадут заключение, как ребенку жилось в семье, если там угроза для него. Единственное, что не вызывает никаких сомнений, так забирать детей нельзя, судите сами. Если родители обвиняют в избиении детей, наверное, должны быть какие-то доказательства, а если доказательств нет, то тогда зачем об этом говорить? Если родители обвиняют в антисанитарии, можно, наверное, как-то зафиксировать эту антисанитарию на видео или на фото, чтобы судья имел хотя бы примерное представление, ведь понятия о жутком беспорядке у всех разные. Именно поэтому статья 77 Семейного кодекса Российской Федерации предоставляет органам опеки и попечительства право при непосредственной угрозе жизни или здоровью ребенка отобрать его у родителей. Теоретические представители опеки могут прийти с проверкой в любую семью, в отношении которой поступил сигнал, от врача, из образовательного учреждения или от соседей, с тем, чтобы убедиться, что с ребенком все в порядке. А может, начинать надо было с другого? Ведь кроме карающих функций у муниципалитета есть возможности и для помощи трудным семьям. Может быть, для начала Козиным надо было попробовать помочь? Предложить устроить детей в детский сад, поработать с родителями, а не читать нотации. Ничего этого семья с двумя детьми и матерью-инвалидом от чиновников не увидела. Вся забота о ней пока свелась лишь к попытке ее разрушить.